друзья привет привет меня зовут олег меня борис и вы с нами на канале есть как есть сегодня мы коснемся темы автомобилей автотранспорта и вообще транспорта в целом борис проделал очень большую работу узнал по крупицам просто множество вопросов которые интересуют вас так что не переключайтесь смотрите дальше наливайте себе чайок кофеек берите что нибудь вкусненькая разговор будет долгий но очень интересный и информативный так что поехали ребята да это разговор действительно будет долгий потому что вопросов у всех много у каждого свое понимание к сожалению в турции очень тяжело найти законы и подзаконные акты которые объясняют ваши желания и ваши действия как делать чтобы ввести машину особенно пенсионерам или вывести машину и что с этой машиной делать и вообще как ездить в турции и зачем и почему и по правам и по регистрации и тому какие документы нужны в дальнейшем и как вести машину по каким документам и хочу поделиться тем с кем с чем сталкиваются все люди в том числе и владельцы недвижимости и туристы прибывая в турцию в первую очередь мы затронем общественный транспорт в турции активных округов скажем там алания или анталия особенности этого транспорта заключается в том что он ходит строго по расписанию и вы всегда можете подождав 10-15 минут сесть в автобус и при и приехать вход в автобус осуществляется всегда с передней двери там же осуществляется оплата оплату можно осуществлять тремя способами первый это наличные деньги второй это картой в том числе и картами мир можно осуществлять и третий к способ это купить проездную карту или в мигрессе или на конечной остановке автобуса где у них где они стоят просто можно сказать ожидая выхода на линию но эти карты не очень наверное удобные потому что на них нужно ложить деньги пополнять их все время да они удобны но они самые так сказать оплата картами это самый дешевый вид потому что оплата картой в автобусе будет происходить из расчета 8 с половиной лир если вы будете оплачивать в автобусе то это же поездка вам обойдется где-то примерно в 10 лир да все таки экономия есть но я для себя например не вижу разницы но не вижу смысла делать эту карточку проездную так как свободно за те же самые деньги прикладывая банковскую карточку да да абсолютно точно следующий вид общественного транспорта это такси проезд на такси но сравнительно недорогое удовольствие это примерно превышает раз в 20 стоимость проезда на автобусе вы платите как всегда за посадку и дальше едете по счетчику не всегда это получается намного быстрее потому что в час пик в турции бывают на светофорах некоторые пробки но это не пробки москвы или санкт-петербурга это ожидание там в течение максимум 5 минут и третий вид передвижения который интересует в основном арендаторов и туристов которые приезжают в апартаменты и живут не в гостиницах это аренда автомобиля с арендой автомобиля связаны следующие вещи значит стоимость арендом автомашины практически не зависит от того берете вы на ручки или автомат в основном все машины бензиновые когда вы получаете машину то будьте готовы к тому что бак всегда будет практически пустой машина будет вымыта от пылесошина но бак будет пустой и от вас никто не будет требовать как в странах европы чтобы вы сдавали машину с полным баком поэтому взяв машину в аренду первым делом едете заправляться что в дальнейшем не обсохнут где-нибудь на середине пути значит стоимость аренды вне сезон колеблется от 25 до 30 евро сезон от 35 до 40 евро в сутки в отличие от других стран у них нету скидки там например я беру на неделю на три дня или на месяц цена идет посуточно и договориться практически невозможно о каких-то скидках требуют для залоги нет никаких залогов не требуют берут копию паспорта или копию комета и этого вполне достаточно дают ключи страховка лежит обычно в бардачке и вы спокойно уезжаете ездите сколько сколько вам надо если вам нужно продлить машину то вы можете позвонить владельцу сказать мне еще там надо на два на три дня и спокойно ездить если же она не сдана кому-то уже кто ждет что вы машину сдадите но это бывает только в сезон а вне сезона обычно об этом даже и не задумываются лучше конечно делать заранее все это но заранее меняются то соответственно меняется срок эксплуатации это в общем то не зависит есть такое понятие еще здесь вещь как аренда мотоциклов в основном это старенькие 50 кубовые honda 125 ки реже 150 ки и что удивительно что стоимость аренды такой же техники мотоцикла или скутера она равняется стоимостью аренды машины поэтому суточной арендам так сказать скутера объемом 50 кубов обойдется вам в те же самые 25 евро это очень дорого можно найти подешевле за 15 в принципе мы сейчас узнавали то есть если автомобиль 25 30 то скутер все-таки можно найти за 15 можно найти но это будет старый разбитый скутер скорее всего и может быть не honda какая-нибудь или китайского производства или местного куба или что-то в этом роде обязательно на любой скутер свыше 50 кубов с вас потребуют права категории а до на скутер 50 кубов не требуется вернее годятся права категории b обычно легковушки можете кататься скажи а ты не выяснял такой вопрос вот как обстоят дела в турции с электрическим транспортом скутеры электро всякие вот эти вот трехколесные значит с электрическим транспортом все очень просто кое-где сдается электрические трехколесные повозки такие сдаются в аренду но в основном пожилые люди и люди у которых нет возможности брать машину покупают такие электроповозки или электроскутера они бывают двухместные трехместные и все зависит только от вашего кошелька и вашего желания поиметь такой транспорт стоимость такого транспорта начинается от полутора тысяч долларов или евро все зависит от того какой производитель из количества аккумуляторов которые установлены на этот скутер то есть запас хода запас хода но надо иметь как у всякого электрического транспорта у него есть плюсы и минусы плюс то что не надо заправляться бензином подъехал и заправился от розетки но это является и минусом потому что если вы поехали куда-то далеко есть шанс на обратном пути просто встать и толкать уже в этих условиях жаркого лета например трехколесный скутер это удовольствие ниже среднего но и дома тоже нужно где паркуешь тоже нужно договариваться искать или протягивать естественно от самого ну если на низком этаже в гелище тогда можно свой кабель вытащить если на 12 то конечно же надо договариваться с кападжи и где-то там заряжать кабель соседа с первого этажа ну в общем есть особенность этих всех повозок когда вы его покупаете то в паспорте будет написано что скорость максимальная 40 45 километров и запас хода до 50 километров но надо учитывать что этот запас хода это только на новое с таком электрическом средстве передвижения потому что через год у вас скорость упадет и дальность запас хода тоже уменьшится аккумуляторы устают это нормальное свойство всех аккумуляторов и на следующий год еще уменьшится и так вам этих аккумуляторов хватит на четыре года но у вас все время будет сокращаться скорость уменьшаться и сокращаться дальность поездок аккумуляторы удовольствие не дешевая будем говорить да совсем не дешевая и через три четыре года и вам надо придется менять давай сейчас поговорим тогда про бензиновые скутера мотоциклы мопеды 50 кубиков выше в общем про этот транспорт весь этот транспорт очень востребован в потому что он очень мобилен он делает расход по топливу очень небольшим и вы можете парковаться где хотите и бесплатно очень часто можно увидеть что прямо на тротуаре запаркованы не один не два не три а пять десять мопедов или мотоциклов они стоят все люди идут обходят это никого не раздражает и это нормальное явление к тому же в жарких условиях жаркого лета особенно вы всегда ездите обдуваемые ветром и это вам не нужен никакой кондиционер это удобно и гигиенично для кого подходит такой вид транспорта то это просто замечательно да кто умеет управлять и не боится значит тут должен ездить обязательно надо одевать шлем потому что полиция за этим следит строго и наказание за езду без шлема будет на первый раз сразу составлять покупку двух шлемов от 500 лир до падения такого средства без шлема будет гораздо дороже если вы без шлема то есть никаких шлепок никаких кепочек в общем не смотрите на то что все едут вот так вот безбашенно в трус в тросиках да тут все ездят без защиты без черепах без всего без налоколенников налокотников но все едет не быстро в городе средняя скорость передвижения это где-то 35-40 километров и надо быть к этому готовыми все никуда не торопятся едут спокойно и поэтому инцидентов бывает очень очень редко и мало никто тут на спортбайках не гоняет изредка можно увидеть как едут на харлеях а так в основном все мототранспортные средства это до 250 кубов а основная масса это 125 хонды и ямахи также очень распространенно в турции бренд местный куба значит да да теперь покупка мотоцикла покупка мотоцикла или мопеда осуществляется только при наличии комета без и комета вам его не продадут также вам не продадут мотоцикл больше 50 кубов если нет у вас категории а покупка осуществляется очень просто вы идете показываете пальцем говорить я хочу вот купить эту модель они проверяют наличие вас документов дальше вы едете в нотариальную контору через 10 минут вам выдают номер и вы уже его прикручиваете едете куда вы хотите по своим делам значит до 50 кубов не надо иметь ни страховки не годового налога платить не надо и шансы что вас остановит где-то полиция если вы в каске или что-то нулевая вы их не интересуете по принципу это не интересно если у вас мотоцикл больше 50 кубов 80 110 125 то готовьтесь платить налог стоимость скажем налога на транспортное средство будет составлять примерно в год около 400 лир зависимости от того какая кубатура у вас мотора и где-то в районе 500 600 лир это страхование здоровья также вам надо будет купить еще осаго по-российскому не знаю как у них оно называется автогражданская ответственность это тоже надо будет купить но все это стоит каких-то понятных денег и например дешевле чем в россии значит если вы покупаете скутер 50 кубовый то возможно вам предложат через какое-то время когда вы освоитесь с этим аппаратом поменять двигатель на 80 кубовый это производится на любой станции практически которые занимаются ремонтом мотоциклов стоит от 300 до 500 лир и дальше вы будете уже ездить на этом скутере но это делается не для того чтобы вы гоняли с большей скоростью потому что это и тормозная и рулевая система остается прежней рассчитаны на 50 кубов а для того чтобы вы могли забираться во всякие на всякие подъемы горки которые очень тут распространены встречаются на каждом шагу если у вас 50 кубовый не переоборудованы то если вы едете особенно вдвоем то ваш пассажир должен слезть вы подниметесь наверх потом он сядет и дальше поедете уже вдвоем поэтому это не очень удобно и это сделано для того чтобы вот именно вам улучшить условия вашего вашей езды по этим неровностям увеличивает тяговитость меняется поршень меняется головка если на 50 кубах вы можете ехать со скоростью до 50 км в час по дороге то уже 80 кубовый он поедет и 90 и даже 100 км в час но это уже безрассудство потому что тормоза и все остальное оборудование осталось прежнее да но мой не едет мой тоже 80 кубовый но он не едет он где-то едет 70 ну и вполне этого достаточно это уже особенно в жаркую погоду когда асфальт горячий и на повороте вас может можете просто соскользнуть это никому не нужно ездите 50-60 километров это недостаточно и машины тут так ездят и мотоциклы тут так ездят одевайте шлемы берегите себя так что с этим транспортом надо быть очень осторожным если коснуться стоимости возьмем со скутеров то это все зависит от опять же объема двигателя но самые дешевые скутера можно купить где-то начинают полутора тысяч долларов это очень дешевые самые простые да может быть это даже одноместные двухместные несколько подороже но так сказать у вас табуретка будет под вами и вы будете ездить на ней так сказать по магазинам и туда куда вам надо на пляж или еще куда-то довольно таки удобно да да начиная от полторы тысячи и где-то наверное но хороший скутер наверно стоит четыре пять там peugeot или какой-то ну yamaha или honda стоит порядка пяти-шести тысяч но я не сильно ошибся до 5-6 тысяч то есть рассчитывайте на свой кошелек на то что вам нравится и вперед все очень легко в этом плане средний расход топлива на скутере 80-50 кубовым это около двух двух с половиной литров на 100 километров да два с половиной литра вот у меня как раз берет этого хватает на неделю два с половиной литра при нынешней цене в 28 лир это 60 лир переведите на свои деньги это ну если на рубли перевести это 150 рублей в неделю да недорого ой 200 рублей 200 рублей в неделю это не о чем не о чем да а давай сейчас коснемся автомобилей автомобилей воз автомобилей для туристов воз автомобилей для обычных людей которые здесь живут по и комету и для пенсионеров вот эти три вопроса попробуем обсудить вопрос очень большой и довольно таки сложный на самом деле он состоит до из трех вопросов и самый сложный это с пенсионерами что касается туристов которые приезжают на срок до трех месяцев они могут ввести с собой автомашину но тут возникает например для российских туристов такая дилемма они могут въехать на три месяца с машиной но через два месяца должны выехать сами и потом въехать снова потому что третий месяц они уже должны после выезда хотя бы на один день это основном касается туристов которые приехали арендовать вот квартиру или апартаменты какие-то или гостиницу даже им надо вот путешествовать ездить по стране и любит такой двигательный образ жизни что время посещать места интересные в Турции которых великое множество значит для ввоза машины туристам нужно только паспорт и свидетельство о регистрации все и через три месяца выехать да через два выехать на один день допустим не на машине а самим выехать на поезде на автобусе там куда угодно на самолете а в таможню нужно идти в таможню не нужно идти потому что он выйдет на один день и снова вернется потому что это турист потому что это турист он через три месяца выйдет дальше тогда те кто здесь живет кто имеет и комет кто значит все кто имеет вид на жительство по турецки это и комет им надо они попадают под совсем другие правила эти правила связаны с тем что человек въезжающий в Турцию имеющий право оставаться здесь на год или на два может везти машину на два года при этом через два года он и должен обязательно вывезти для въезда по и комету нужен самый комет свидетельство о регистрации страховка на машину и в общем то и все при приезде к месту жительства он должен прийти в таможню и отметиться о том что он вез машину и машина находится в этом административном районе дальше если у человека например туристический комет на год через год он снова приходит в таможню показывает документы страховку значит на машину страховку на на автогражданской ответственности продлевает в себе пребывание здесь машины и спокойно ездит еще год через два года вы должен на ней выехать причем если везти машину может только хозяин этой машины который записан в техпаспорте также машину может быть везена автовозом по доверенности этого товарища владельца машины она привозится на таможенный склад того места где он проживает выгружается человек приходит забирает машину также оформляет все документы по возу и также ею пользуется если машина не дай бог попала в какую-то аварию и не может быть вывезена обратно то своим ходом то тут наступает два варианта первый вариант он эту машину оставляет таможне на таможенный склад привозит и говорит я от этой машины отказываюсь она разбита она мне больше не нужна вы ее можете утилизировать разобрать на запчасти в общем делать с ней что хотите или опять же погрузить на автовоз и вывезти автохрам на территорию своей страны но это будет очень затратная и овчинка выделки не стоит просто это уже такой вариант даже в принципе не рассматривается если только у вас не Мазерати какой-нибудь которая стоит там миллион долларов да по выезду допустим человек два года пользуется при выезде сам если он вылетает например на родину но он может вылетать хоть сколько раз я так понимаю что каждый раз нужно отмечаться на дорогу значит каждый раз выезжая за границу обязан за два-три дня явиться в таможню написать заявление о том что он выезжает таким-то рейсом тогда-то тогда-то и оставить это заявление в таможне машины которые вы везли сюда и оформлены на вас в период эксплуатации здесь могут пользоваться ваши ближайшие родственники это жена и дети если жена находится на одном адресе с вами у нее одна и та же с вами фамилия то в принципе ей кроме прав ничего не нужно если у нее другой адрес или другая фамилия то обязательно у нее должно быть опостелированное и приведенное здесь заверенное у нотариуса свидетельство о браке потому что доказать турецкому полицейскому что вот это наша общая машина без этой бумаги невозможно и машина автоматически поедет на штрафстоянку штрафстоянка тут сравнительно недорогая но тем не менее если вы например не сможете забрать ее в течение там нескольких дней то она будет расти и расти и расти естественно значит так же могут управлять дети сыновья и дочери с сыновьями понятно у них должно быть свидетельство о рождении опять же опостелированное переведенное и заверенное у местного нотариуса с дочками несколько сложнее потому что дочки могут выйти замуж поменять фамилию значит у них должно быть тогда свидетельство о рождении и свидетельство о браке которое тоже опостелировано каждое переведено и заверено у нотариуса значит если вы уехали из Турции вы хозяин то машиной не могут пользоваться никто ни жена ни дети если они продолжают пользоваться а в базе когда вы написали заявление эта машина попадает в базу на нее ставится флажок что вы уехали и она попадает под видеокамеру стационарную или видеокамеру жандармерии то вы будете приятно удивлены когда будете собираться вывозить машину и вам на таможне могут выкатить штраф до нескольких тысяч долларов штраф зависит от стоимости машины чем дороже машина тем больше штраф и от того сколько раз это было замечено что в ваше отсутствие кто-то пользовался вашей машиной передача машины третьему лицу которая не является вашим родственником чревато штрафом большим для вас и опять же штраф стоянкой полиция разбираться с этим не будет вы разбираться будете только с таможней учитывайте все эти вопросы да и при вылетах к себе на родину когда ставите автомобиль на таможню ну вернее не ставите а отмечаетесь на таможне все эти чеки все эти бумажки все эти складывайте в одно место ни в коем случае их не теряйте потому что при выезде через два года вам все это понадобится и потребуется да еще когда будете писать заполнять бумагу в таможне вы должны точно указать место положения автомобиля где он будет находиться и полиция может приехать проверить или должны поместить значит на таможенный склад эту автомашину но это уже услуга тоже платная поэтому лучше поставить машину около дома положить на торпеду фольгу чтобы она не нагревалась торпеда и со спокойной душой уехать и вернуться дешевле поверьте будет на ваше отсутствие взять просто в аренду машину и попользоваться ей там какие-то сроки ну в смысле жене или детям да 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 то же самое касается мотоциклов на самом деле на мотоциклах если вы купили мотоцикл он оформлен на вас то требования по эксплуатации такие же единственное что вы так как купили мотоцикл здесь и у нее турецкие номера на мотоцикл то вы не должны заявлять о том когда вы уезжаете но если полиция остановит какой-нибудь ваш Харлей или там Хондо на улице и окажется что вы не владелец а жена или не жена и третье лицо жена и дети тоже самое могут эксплуатировать то опять же штрафстоянка и штраф так что да ребята не не игнорируйте этими правилами в избежании того чтобы потом не доказывать что это мой сын это мой внук это мой друг чтобы не было таких инцидентов лучше это знать лучше законы знать перевод значит сколько стоит эта услуга в России я не знаю но там в зависимости наверное где-то в районе трех-пяти тысяч а услуга здесь перевода присяжного переводчика и заверка в нотариальной конторе обходится где-то тысячу-тысячу пятьсот лир если это один-два листа если там больше листов то они берут уже за каждый лист это может вылиться там если много детей и жена еще тут то это может вылиться в десять тысяч лир это легко еще хочется дополнить по поводу вывоза машины вы ездили тут радостно счастливые были объездили пол Турции выехали на этой машине к себе вывезли ее домой и въехать вы можете в Турцию на этой машине или на другой машине независимо ни от чего только через 185 дней отсутствие на территории Турции причем это может быть некоторые мы можем постоянно находиться 185 дней или нам можно с перерывами можно с перерывами да это суммарно только суммарно 185 дней будете за границей поэтому вы можете потом вернуться здесь побыть потом уехать на три месяца потом снова вернуться потом снова уехать вот как 185 дней по вашему паспорту прошло так вы можете снова заехать вы сами складываете и опять пошли два года и опять будет у вас оформлена на два года машину можете оформить на два года опять купить все страховки все сделать и все есть вариант оставить ее здесь на постоянно но для этого вы едете уже в министерство финансов налоговую службу и в налоговой службе они считают по своим талмудам сколько вы должны заплатить налог для того чтобы эта машина осталась здесь тогда опять же вы этой машиной можете пользоваться ездить выезжать домой выезжать за границу въезжать спокойно столько сколько раз вы хотите но опять же этой машиной могут пользоваться тоже ближайшие родственники то же самое то же самое кто не понял примотайте немножко назад да то есть жена дети все имея при этом соответствующие документы подтверждающие родство точно если там машину Вани Петрова остановят а на ней будет сидеть Саша Сидоров то вы будете иметь большие неприятности да потом второй еще один вопрос который мы нигде не могли найти ответа на этот вопрос приехав сюда на два года на автомобиле человек может ли он ездить за границу на своем автомобиле то есть в Болгарию в Грецию выехать в Германию вернуться обратно вот мы искали очень долго но мы нашли вопрос на этот вопрос ответ да если машина возится для по икомету обычным гражданином на два года то если он поездил здесь полгода три месяца год и выехал на этой автомашине то продление этого года никто делать не будет вы выехали все 185 дней должны находиться за границей и потом снова везти машину выехали выехали как говорится умерла так умерла да если вы решили съездить смотаться там в Болгарию обратно на автомобиле это не получится вас обратно не пустят и в связи с этим сразу возникает вопрос вернее тема пенсионеров которую вообще практически никто не открыл не раскрыл и ходят только слухи и вот этот вопрос я пытался так сказать как лицо заинтересованное выяснить как же для пенсионеров пенсионерами и легче и не легче и легче и не легче вот этот вопрос который мы сейчас обсуждали для пенсионеров есть такая поблажка один раз можно выехать и заехать вот пенсионер допустим вез машину автомобиль побыл здесь два месяца или три выехал заехал его запустят если это пенсионер если не пенсионер 180 дней это уже второй вопрос это действует единожды начнется с того пенсионер въезжает в Турцию что ему надо для того чтобы он въехал в Турцию и оставил машину здесь настолько насколько ему надо срок два года не действует на них и машину можно завести и ездить на ней постоянно по Турции никто вас трогать не будет но для того чтобы въехать на этой машине сюда вам нужно кроме техпаспорта машины свидетельство о регистрации значит если вы поедете из России то возьмите просто хороший цветной ксерокс технического паспорта свидетельство о регистрации естественно и комет вам нужен паспорт заграничный и вам еще понадобится сделать в Турции заранее и в России например получить опостиль вашей справки о том что вы пенсионер по возрасту только по возрасту пенсионер там для военных пенсионеров которые ушли на 45 лет МВД или другие которые ушли раньше не по возрасту а там скажем военных 45 лет это не действует только по возрасту у вас это справки будет указано эту справку надо также апостеллировать в министерстве юстиции в России это делается именно в министерстве юстиции или в представительствах там где вы живете дальше вы апостеллированную эту справку переводите здесь у присяжного переводчика и также заверяете у нотариуса потом вы езжаете делаете там 3-4 копии чтобы у вас были на руках лучше если они будут цветные и когда уже въезжаете в Турцию вы на границе предъявляете оригинал и копию копию могут даже забрать и тогда они вам уже вносят вашу машину в компьютер о том что пенсионер ввез машину дальше когда вы въехали на то место где вы проживаете опять же идете в таможню и здесь ее уже официально регистрируете как машину ввезенную пенсионером и спокойно на ней можете ездить столько сколько хотите значит если у вас получилась непредвиденная вещь и вам срочно надо выехать за границу вы это можете сделать один раз на вас не будет действовать условия 185 дней то есть вы выехали например в Болгарию в Грецию ну куда угодно в Грузию в Россию на какой-то срок через 3 недели возвращаетесь на ней и вас без проблем сюда запускают только один раз это действует да только один раз в дальнейшем если вы будете выезжать у вас опять же наступает правило 185 дней абсолютно это очень неудобно но это есть у них такие законы законы в Турции меняются часто и возможно это все изменится но в данный момент вот такой у них есть закон значит так же если вы выезжаете самолетом машина оформлена на вас вы должны идти в таможню и заявить о том что вы выезжаете и так же попадают ограничения для эксплуатации этой машины независимо то что вы пенсионер значит для пенсионеров на самом деле только два послабления это вы можете неограниченное количество здесь лет на ней ездить и один выезд без 185 дней а также с родственниками с женой с детьми там со всеми братьями нужно те же самые правила что для молодого человека да для обычного человека значит также оставлять автомашину здесь со всеми вытекающими последствиями ну в общем то и все для пенсионеров вот это основное потому что очень тяжело было понять вот если можно возить бессрочно а как же выезжать и никто на этот вопрос толково и объяснить не может ни в документах таможни которые министерство таможни которые выпущены на сайте находятся нигде этого разъяснения не было и по сути оптимальный вариант сейчас вот если вы хотите пенсионер жить здесь или вы возите машину ездите здесь или вы берете покупаете машину здесь и ездите уже тогда свободно выезжаете въезжаете в любую страну Европы там или России Грузию куда хотите да если здесь значит еще существует такой момент если вы приехали сюда и проживаете здесь непрерывно более шести месяцев у вас здесь машина вы должны поменять свои права национальные на турецкие это очень просто на самом деле вы приходите в любую полицию сдаете свои права и вам выдают документик о том что вы сдали права ваши права остаются в полиции посылается запрос о том что вы вот такой вашу страну о том что такой и такой действительно имеют эти права когда приходит подтверждение вам звонят и говорят на ваш телефон что вы придите получите права или даже присылаются по почте вот этот вопрос не уточнялся но вы будете ездить с турецкими правами которые действительно во всей европе и россии там на украине и белоруссии и других странах то есть да второй вариант права не менять но тогда действует правило полугода 180 дней если вы хотите не сдавать права а получить турецкие права то вам предстоит пройти обучение в Турции их турецким правилам сдать экзамены по правилам устно и потом сдать экзамены по вождению если устно там вам будут переводы всех этих правил это более-менее все понятно то вот по вождению у людей возникает очень много вопросов как я там вожу уже 30 лет и я можно сказать гонщик и я вообще для меня это все понятно то тут очень все сложно и очень хотя турки ездят далеко не соблюдая все правила но вот когда сдаешь там должно быть так что ты встал у поребрика прежде чем выйти из машины должен поставить чтобы колеса стояли строго прямо нельзя их ни влево ни вправо а вот должны стоять строго прямо у меня так человек сдавал один знакомый поставил забыл выкрутить его просто зарезали и сказали приходите в следующий раз ну да то есть либо один вариант вы меняете свои права на турецкие и ездите по турецким правам либо чтобы права были годные нужно каждые полгода выезжать хотя бы на один день то есть ваши права любые какие они у вас есть они годны здесь полгода потом надо выехать хотя бы на один день вот в Болгарию или в Грецию обратно вернуться и еще пошло полгода и то есть вот так полгода на Кейпор может куда угодно то есть два варианта либо вы меняете на турецкие ездите спокойно не выезжая из Турции либо каждые полгода нужно их таким способом подтверждать будем говорить да еще вот такой момент например если вы покупаете мотоцикл скутер или машину то будьте готовы что у вас на номере первая буква всегда будет М и вы всегда будете выделяться из потока этой буквы М буква М это первая буква слова мисофир что значит гость и вот в Турции это так по закону так положено так принято чтобы вы всегда полицейский мог увидеть ага это гость это гость да поэтому проверю-ка я этого гостя на то что соблюдает ли он наш закон ничего в этом такого нет ну просто вот будет у вас такое мисофир поэтому если едешь видишь машину например с буквой МАМБМФ значит это едет иностранец который купил машину здесь и все значит по поводу налогов на машину они невысокие в отличие например ну я буду говорить про Россию если мы платим налоги раз в год то в Турции платится налог раз в три месяца для того чтобы людям не надо было платить сразу за один раз большую сумму но налог за машину в год не превышает 1200 лир ну это мы говорим о машину небольшой кубатуры там до двух литров класса там Hyundai Solaris ну примерно да примерно такое если у вас там будет скажем Mercedes-Benz там GLK или что-то в этом роде большой джип то там конечно налог будет приличный ну вы уже знаете что вы если такую машину ее покупается то вам придется платить соответственно и страховки все будут тоже налоги страховки будут намного это касается тех кто покупает здесь автомобиль тексте Привозит, это не касается Привозите автомобиль, два года ничего не надо С вас не берут никаких налогов Только страховку купить на гражданскую ответственность Или годится страховка, если она европейская Допустим, вот у нас из Эстонии Зеленая карта и страховка европейская Она здесь тоже годится То есть делаете на два года Здесь один нюанс Страховка делается только на один год Автомобиль, два года вы можете здесь использовать Тогда нужно вылететь в свою страну Сделать страховку и прилететь опять с этой страховкой Но если вы не хотите менять права, вам все равно придется выезжать И купить эту страховку, ну в вашей стране или в любой стране Можем купить эту страховку Да, и второй вариант, купить здесь, на второй год купить здесь страховку Здесь она стоит не таких больших денег Давай коснемся еще такого вопроса Что касается ввоза автомобилей по возрасту И, в общем-то, есть ли он или нет и техосмотра на эти автомобили Вопрос на самом деле достаточно простой и очень понятный Никаких ограничений ни по возрасту, ни по объему двигателя нету Единственный момент, что машина, въезжающая в Турцию Должна иметь нормальный вид, небитое лобовое стекло Быть небитой и нормально покрашенной Без всяких, так сказать, ржавчины там, видимых, больших То есть, в нормальном техническом состоянии Никто с вас на границе не будет требовать Бланка техосмотра или каких-то документов Чтобы вы прошли техосмотр на родине Значит, если вы везли машину на два года То, естественно, никто с вас здесь требовать прохождения техосмотра тоже не будет Вопрос возникнет только тогда, когда будете вывозить машину и въезжать в свою страну Потому что машина может быть уже достаточно возрастная Находиться здесь два года И когда вы въедете в ЕС или в Россию Ну, в России сейчас отменен техосмотр А в ЕС с вас, как бы, могут, в принципе, на дороге остановить и сказать А где ваш техосмотр? Но у вас есть бумага, полученная на границе, что вы выехали с территории Турции И есть, когда вы въехали на территорию Турции У вас будет две бумаги Вы можете их предъявить полиции И объяснить, что эта машина два года находилась, собственно говоря, вне территории ЕС И я вот сейчас приеду домой, сделаю техосмотр и все будет хорошо Ну, с этим, в принципе, все понятно, я так думаю Да Если машина введена пенсионером То, как это ни удивительно, с вас тоже не будут требовать техосмотра Для них, если вы ездите на иностранных номерах То с вас будут только требовать документы на право вождения и страховку Все Это касается только пенсионеров Я имею в виду последняя фраза Да Еще раз, вот, хотел коснуться того вопроса Значит, ввоз машины осуществляется только владельцем И вывоз тоже только владельцем Никакие доверенности здесь не проходят Кроме того случая, что вы автомашину ввозите автовозом Например, ну, пенсионер и не хочу ехать там далеко Несколько тысяч километров Заключаю договор с автовозом Гружу его, даю ему доверенность на ввоз автомашины в Турцию И он привозит спокойно автомашину в Турцию Выгружает ее на таможенном складе И вы ее забираете Вот этот вопрос, он вообще никак не раскрывался Я его не видел Можно Говорят, можно ли не ее ввезти Можно, но только на автовозе Потом вы ее оформляете здесь уже в таможне Да Самостоятельно только сам владелец ввозит, сам вывозит Да Это основные правила Также, значит, и вывоз машины Или вы вывозите ее сами Или грузите на автовоз По доверенности вам ее вывозят Все Вот Третьего варианта не дано Ну, в принципе, в общем-то Я так считаю, что все вопросы мы уже осветили Да Если какие-то вопросы уже тонкости У каждого там свои какие-то могут быть нюансы То, пожалуйста, задавайте Вопрос изучим более-менее досконально Глубоко Потому что было это интересно И нигде было это все вот так В таком объеме не получить Задавайте, если сможем, ответим Если хватит нашей компетентности А сегодня будем вам говорить до свидания Компетенции, да Подписывайтесь на канал Ставьте лайки, дизлайки Пишите обязательно комментарии Да Пишите комментарии Задавайте вопросы Будем стараться на них отвечать полно, емко Ну, настолько, насколько это возможно Всего вам доброго Всего хорошего Всего хорошего Пока-пока Пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok